Здравствуйте! С вами Галина Дегтярева, и это специальный выпуск программы «Культурный код». В сентябре во Владивостоке традиционно проходит Восточноэкономический форум. Президент России определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом, а ВЭФ стал одним из главных деловых событий страны. Уважаемые стороны, прошу приступить к подписанию. Здесь принимаются ключевые решения и заключаются важные контракты. Ежегодно форум собирает более 7 тысяч человек из разных стран мира. В рамках ВЭФ на набережной кампуса ДВФУ выстраивается улица Дальнего Востока, где регионы представляют свои возможности и достижения. Чем выделяется павильон Хабаровского края в этом году? Давайте посмотрим. Здравствуйте, Мария Ерминовна. Добрый день. Мы находимся сейчас во Владивостоке, на набережной возле моря, в совершенно великолепном павильоне, который находится на набережной на улице Дальнего Востока. Здесь несколько зданий, два точнее. Одно из них — это музей, другое — фундаментальное, большое, красивое, технологичное. Что это? Расскажите. В свое время, в 2021 году, Михаил Владимирович, дегтярев губернатор Хабаровского края, нам поставил достаточно амбициозную задачу — показать Хабаровский край на всех площадках. Конечно же, Восточный экономический форум для нас является ключевой площадкой для всего Дальнего Востока. Но задача осталась не просто показать, а удивить, восхитить. И главное — возродить гордость у жителей Хабаровского края за регион, за те достижения, которые мы делаем, за тех людей, которые проживают на территории Хабаровского края. И мы попытались воплотить это все в этом павильоне, собрав в едино и высокие технологии, и природу уникальную, которая есть в Хабаровском крае, ну и, конечно же, культурные моменты, которые мы выразили в экспозиции рядом с соседним павильоном в виде частички Дальневосточного художественного музея. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У вас площадка работает как снаружи, так и внутри. Давайте немножечко про то, что находится снаружи наших зданий. Мы создали гармонию и уют для каждого из гостей, которая проходит, либо посещает павильоны. Поэтому у нас вокруг здания находится и магазин, и эко-бар, и у нас есть прекраснейшая площадка для проведения различных культурных мероприятий. Ну и мы выставили еще и продукцию Хабаровского края, которую можно показать, продемонстрировать. У нас огромная популярность. Около павильона пользуется модель Баги. Это полномасштабная модель, это настоящая машина, которая была испробована, в том числе и вице-премьером, полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальнеосточном федеральном округе Юрием Петровичем Трутневым. Помимо Баги здесь есть еще и летательный аппарат. Да, это новое направление, которое Хабаровский край сейчас осваивает. У нас появились те предприятия, которые готовы развернуть и уже разворачивают производство на территории Хабаровского края. В павильоне у нас представлен беспилотный летательный аппарат резидента территории опережающего развития Хабаровск. Это Аэрохит. За пределами павильона можно увидеть беспилотник, который делает компания Рамона. Сама компания находится у нас на Сахалине, но она желает разместить производство в Хабаровском крае. И эти большие беспилотники, у которых размах крыла до 4 метров, будет у нас осуществлять мониторинг лесов от пожаров. Рядом с беспилотником находится сцена и мягкая зона для комфорта посетителей. Безусловно, это как раз одна из задач, которую нам ставил Михаил Владимирович Дегтярев, губернатор Хабаровского края, чтобы всем, кто желает посмотреть культурную программу, можно было спокойно расположиться и наслаждаться той музыкой, теми замечательными ребятами, которые выступают. И действительно, все посетители, все гости, которые проходят мимо павильона, просто задерживаются и наслаждаются нашей концертной программой, которую предоставил Хабаровский край здесь, в Восточном экономическом форуме. То есть приехали артисты из Хабаровска? Да. На сцене мы, конечно же, представили всю нашу гордость. Это наша Глория великолепная, которая просто показывает здесь прекрасные произведения, которые с симфонической музыки. И группа 20, то есть это рок, это то, что как раз задерживает, удерживает здесь внимание всех гостей Восточного экономического форума. Гости могут зайти в павильон. В павильоне есть зонирование. Мы как раз находимся в самом павильоне Хабаровского края. Расскажите, пожалуйста, про зоны. Ну, у нас в павильоне четыре основные зоны. Одна из зон, это, безусловно, все, что касается высокого технологии Хабаровского края. Все-таки Хабаровский край – это лидер авиа и судостроения. И поэтому технологический прорыв – это основная часть нашего павильона. Он представлен из двух частей. Одна часть у нас представлена, это VR-очками самолета уникального Су-57. Это гордость не только Хабаровского края, но и всей Российской Федерации. Самолетов такой многофункциональный центр боевой авиации. Такие не выпускают нигде, кроме Комсомольского на Амуре авиационного завода. По логике вещей должно было пять пилотов управлять одним самолетом. Но там создана система определенного искусственного интеллекта, которая позволяет ему адаптироваться и менять определенные позиции. Это действительно гордость Хабаровского края. Мы представили ряд проектов, которые касаются новых направлений. Это, безусловно, наш Суперджет 100, это обновленный, который буквально недавно был первый полет нового полностью импортозамещенного самолета. Это тоже гордость Хабаровского края, потому что это самолет, который как раз для гражданских пассажирских перевозок. Весь мир смотрел, да, по всем телевизорам, каналам, телеграммам. Это, да, великолепное зрелище. Я думаю, это гордость тоже России, потому что даже не в условиях санкции мы смогли полностью импортозаместить самолет. И я думаю, в ближайшее время он уже взлетит с новым двигателем ПД-8. Конечно же, мы представили производство баги, предприятие развивается, Соник Транс. Они у нас являются резидентами Торпатриотической, и уже приступили к строительству нового цеха на 1500 квадратных метров. И поэтому, я думаю, у нас большие перспективы в этом направлении. Мы представили всю гордость и объединенной судостроительной корпорации. У нас на территории Хабаровского края работают два завода. Это Амурский судостроительный завод, это Хабаровский судостроительный завод. Амурский судостроительный завод уже заложил десятый корвет на своих стапелях. Можно посмотреть, пощупать своими руками, посмотреть, что они из себя представляют. Помимо военной линейки, мы представили еще и гражданскую линейку. В прошлом году при участии президента Российской Федерации на Восточном экономическом форуме поднимался государственный флаг на пароме Александр Деев. Это тоже произведение, которое произведено на Амурском судостроительном заводе. И уже этот паром у нас прекрасно передан Сахалину, и он прошел уже все не то что испытания, он фактически уже подчеркнул перевозку уже на территорию Хабаровского края. Музыка Музыка Большой интерактивный угол. Я даже вот прям слушаю сейчас волну. Это волна не моря, это волна от нашего замечательного пространства. Что это? Это замечательное пространство, это эксклюзив павильона Хабаровского края, это зона туризма. Туризм это то, что притягивает в Хабаровском крае. У нас великолепнейшая территория с уникальной природой, со всеми достопримечательностями. И нам нужно больше погружать людей в те возможности, которые есть у Хабаровского края. И вот этим погружением из трех экранов мы попытались все соединить, и действительно каждого погрузить в это пространство, чтобы мог ощутить себя либо на Шантарских островах, либо в городе Хабаровске, или на нашем горноложном комплексе Халдами. Да, выбирая через окно в другой мир. Да, но ты фактически оказываешься в том мире, в реальном мире, который сегодня существует и создан на Шантарских, к примеру, островах. И можно увидеть, как кит делает свой прыжок, и как он окунается в морские воды. И поэтому здесь это просто уникально. Мы попытались воссоздать всё естественно, чтобы каждый мог окунуться и попробовать себя в роли туриста, отдыхающего на Шантарских островах. Ещё есть целый стенд, посвящённый мастер-плану. Это важное направление, которое было задано президентом Российской Федерации, разработать мастер-планы 25 дальноносточных городов. И два города у нас вошли в эту разработку. Это город Хабаровск, это город Комсомольск-на-Амуре. Город Хабаровск — это крупнейший город на Дальнем Востоке, 617 тысяч человек. Ну, а город Комсомольск-на-Амуре — это у нас инженерная столица всего Дальнего Востока, где сосредоточены авиа- и судостроительные предприятия в Хабаровском крае. И поэтому создать... Главная задача мастер-плана была создать комфортные условия для жителей, которые живут в этих городах, для того, чтобы они действительно оставались, жили в Хабаровском крае, гордились Хабаровским краем и наслаждались тем, что мы для них готовы сделать. Сегодня действительно мастер-план, он воплотил в себя очень многие элементы. Конечно же, огромная заслуга губернатора Хабаровского края Михаила Владимировича Дегтярева, потому что там появились такие знаковые элементы, как протяженная набережная, которая объединяет. Это Дальневосточный художественный музей, часть экспозиции, которую мы представляем здесь, на Восточном экономическом форуме, в нашем павильоне. Это, конечно же, те объекты, которые создают совершенно новое качество жизни. И мне кажется, что действительно мы приехали в Хабаровск, гости приехали, и они остались там навсегда. И вот эта вот знаковость определенная, погружение через мастер-планы, создание общественных пространств, есть такое понятие, как ревитализация центра города Хабаровска, когда мы хотим создать, как не хуже, чем в Москве, прогулочные улицы, чтобы каждый мог гулять по бульварам, наслаждаться, получать удовольствие от того города, в котором он живет. Ну, действительно, кампус — это еще один уникальный проект. Но мне кажется, он подчеркивает очень важные элементы Хабаровского края. Во-первых, Хабаровский край — это лидер по образованию. И вот эти вот лидерские позиции сохранить, показать, что мы можем, что мы делаем для наших жителей, это очень важно. И мы их реализовываем через кампус, мы соединяем с мощными инвестиционными проектами, которые на сегодняшний день реализуются на территории Хабаровского края. Это и Тихоокеанская железная дорога, это и порт Эльга, это крупнейший в России будет создаваться Тихоокеанский металлургический комбинат, это проекты по олову, где мы являемся просто лидерами по добыче, это проекты маломышского месторождения, которое сейчас осваивается медно-парфировано, это море различных проектов, которые сегодня являются и приходят на территорию Хабаровского края, являются достижением Хабаровского края. И по объему инвестиций Хабаровский край сегодня фактически находится в лидерах. У нас только за этот год уже рост инвестиций состоял в полтора раза, а это говорит о том, что мы действительно центр притяжения, не только для туристов, мы являемся центром притяжения для всех инвестиций, которые идут в Хабаровский край. Но это создает возможность для гордости всех жителей Хабаровского края за Хабаровский край. Какой был стиль выбран при строительстве павильона? Мы пытались соединить уникальные возможности Хабаровского края, поэтому мы прежде всего, конечно же, остановились на стиле хай-тек. То есть это возможности металла, стекла, природы, и вписать это всё в единую концепцию павильона, это как ничто отражает именно сущность самого Хабаровского края, когда он соединён уникальной природой и высокими технологиями. И я думаю, нам удалось это воплотить в жизнь, когда соединено и металл, и мох, и стекла, которые позволяют как раз делать вот эту вот уникальность Хабаровского края. Ну а во внутреннем интерьере он сделан более в тёплых тонах, но это создаёт именно такую уютность обстановки. Я думаю, чтобы каждый, кто пришёл в павильон Хабаровского края, мог просто насладиться в том интерьере, в котором он оказался, как будто он находится среди природы Хабаровского края и наших высоких технологий. Ну а после посещения павильона можно выйти на площадку, послушать группу 20, попить кофе и съесть пряник, который привезён из Хабаровска. Конечно. Спасибо большое вам за интервью и желаю вам хорошего дня. Спасибо огромное.